Олег Петрович, факел сегодня заработал 1 очко или скорее упустил 2? Ну, все-таки по моментам мы были ближе к победе, чем к ничье, я так скажу. Но ничья, в принципе, она отображала действие, потому что результат он всегда такой, какой он есть, он закономерный. Первый тайм, была такая борьба за территорию и две команды, в общем-то, играли в центре поля. Были подходы, но не то, это немножко не то, потому что нам нужно было немного точнее, вот именно в завершающей фазе, на половине поля соперника. Но хотя подходы были неплохие. Во втором тайме мы внесли небольшие корректировки, я считаю, что второй тайм прошел под нашу диктовку игры. И уже вот эту территорию мы выиграли и в целом правильно действовали. И были моменты хорошие у Максимова, у Акбаш штангу попал. Более конструктивно сыграть у нас не получилось, потому что, ну, Торпеда – это высококлассная команда. И когда команда обороняется большим количеством, ну, это всегда любая команда, это всегда сложно. Вот. И хорошие, хорошие футболисты. Но мы сыграли целостно, сконцентрированно, вот все 90 минут. И я благодарен ребятам, они молодцы. Двигаемся дальше. На трибунах сегодня было очень громко и ярко, правда? На трибунах, да. Да, это болельщики. Я не устаю повторять о том, что это наш 12-й игрок. И ты чувствуешь эту энергетику, когда выходишь с по трибунового помещения, и ты чувствуешь эту энергетику, и она передается всем без исключения. И это очень круто, потому что, когда на одной волне, вот когда на одной волне, когда здесь даже, мало того, что нас постоянно 90 минут нас поддерживали и гнали вперед, но даже, я знаете, как скажу, даже если когда-то случалась тишина, и ты понимал, что это, что это одно-единое с командой. Мы это ценим, это очень круто. И огромное спасибо всем болельщикам, которые пришли на стадион, и болельщики, которые не смогли прийти по каким-то либо причинам, но уверен, смотрели нас по телевидению. Огромное спасибо. Это здорово, и мы будем стараться играть дальше.